ИОНО! ИОНО! Эй, не висни! Ужасно выглядишь. Нормально. Ужасно, но радостно. Я была права, ИОНО. И отец... ИОНО! И всем привет, дорогие подписчики канала Амберла Тэйченко по рейдер! На связи с Вами Ваш Альберт Вескет! Ну а это Лара Крофт, Томбрейдер, разве Томбрейдер и мы продолжаем. Ну а прежде чем мы с Вами продолжим, с традиционной, я хочу зачитать все комментарии, которые начались в этом новом году. По одному беру, по немножечку, я думаю нам хватит с Вами как раз таки. Комментарий от Найтманки, который был три дня назад, на данный момент записи. Для меня из будущего он наступил. Это он написал к моменту, когда я поздравлял всех с Новым Годом. К нашему поздравлению, которое закоплено в течение всего января. Так что посмотрите, не ошибетесь. Я так полагаю, он говорил, что он проснулся в салате. И там был просто... Поздравлять был этот момент. Ну или что-то приятное. Может он проснулся с девушкой. Убил этот момент из будущего поздравлять и наступил. Все может быть, все может быть. А пока идемте. А, возможно сейчас с Ироной встретимся точно. Ироной же жив. Рядом гробница. О! Добываем. Да, у меня даже девушка подвисла сейчас. Лара, хватит виснуть. Успеешь еще. Зато мы, кстати, вернулись. Это находится там в глубине. Этот мы знаем где. Этот находится внизу, я помню. Так. Привет. Ты наш? Ты наш. А что от медведей не спасал? Лара. Я рад, что ты все еще с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине. Но мы тесним их где только можем. Если поможешь, мы будем только рады. Мы знаем, тебе можно доверять. Ну, я буду рад тоже помочь. Лучше скажи, как мне вот сюда забраться. О! Теперь я так могу, что ли? Слушайте, это очень удобно. В долине появилась женщина. Не наша, но и не из вражьего стана. Я видела ее в ночь смерти Ильи. Она сражалась с теми, кто на нас охотился. Разведчики шепчутся. Говорят, что видели моего отца и эту женщину на свободе. Неизвестно, чего она хочет и можно ли ей доверять. Но если она вернет нам моего отца, значит, Бог не отвернулся от нас. Извините, я не умею воскрешать из мертвых. Это не по моей специфике. Вернуть отца. Как она представляет себе это, я не знаю. Так, этот внизу находится. Туда пока... Это в медвежьей берлоге. А нам нужно вон туда. Так. Этого полно. Такие красивые виды. Дайте я сфоткую парочку. Музыка какая, кстати, играет, замейте. Музыка просто волшебная. Вот жалко, что у них здесь нету камеры для фотографирования. У них столько шикарных здесь моментов. Но, вот смотрите, даже вот этот просто вид. Вот посмотрите, если не брать насчет Лару, вид вообще шикарный. Хоть на вырезку бери. Ну, спасибо, грабниц испытаний. Дай я наслажусь видом. Просто реально он прекрасный. Вы посмотрите, какой вид. Вид просто великолепный. Немножко проседает сейчас что-то в последнее время. Не знаю почему, но ладно. О. Так. Ну, сейчас мы, наверное, и он еще встретим. Поэтому я, наверное, выключу все-таки. Так. Вот тогда, в каком же уступе был, скорее всего, спрятан артефакт. Извини, если смешка проседает? Ничего с этим не так. О, тут прыжок есть с большой высоты. Иона! Эй, не висни! Нормально. Ты прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара, Софья рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. А подожди, а не облутаем здесь все? Сразу к делу? Ну, ладно. Мистика. Мистика. Ты все-таки его нашла? Строители Китиша были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Саттлсом. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. А внизу рельеф гор. Генеально. 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 Дальше. Сколько же он исходит из этой точки. значит центр города находится под озером но что-то тут не так собор в котором находился атлас он был не на той стороне карты поворачивай стоп вот она китиш не под озером он под ледняком наверное святой источник там и как нам пробиться сквозь лед погоди этот путь он ведет в город собор находится там а башня на другой стороне это значит что вход в китиш должен быть здесь вход в китиш находится здесь ты знал держимся иона Молодец! Молодец, Ионыч! Ионыч, не смей мне тут помирать! Бросай! Бросай, Атлас! Так ясно! Как запел! Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит! Тогда иди. Делай, что должно. Делай, что надо! Ионыч? Как без пациента! Делай, что что? Делай! 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 Так, ну-ка, не посиди-ка. Продолжение следует... Ну, значит, сейчас будем вытаскивать его. Спасение Ионыча. Встретили Ионыча, потеряли Ионыча. Спасение Ионыча. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Значит, монетки и все остальное мы из другого храма заберем чуть позже. Но сначала заберем то, что я давно хотел забрать здесь. О, штука кабана. А тут что у нас? Широкие верхолазы. Широкие верхолазные стрелы. Выстреливаясь стрелами для лазания в мягкую древесину, чтобы добраться в нужное место. Удерживайте ЛТ для достижения полного заряда перед выстрелом. Стоп. Я ожидал ботинки, знаете, как шипованные. Но точно не такого. Они захватили и он, и Атлас. Господи, зачем он пошел за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Все еще есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу. Держись, Ион. Я найду тебя. Так, вот у нас есть что-то. Полированная сквозная кропка. Может, конечно, сейчас теперь автомат Калашникова везет? Я переключаюсь между... Я нашел способ переключаться между ними сейчас. Я впервые об этом узнал. Урон небольшой, но... Ну, тут есть способ повышения урона. Но, опять же, это за счет руды можно повысить. Из нерегированной стали. Не уверен насчет всего этого дела. Кожух ствола. Давайте вот это пока что возьмем. Из основного комплекта. Тут винтовка. Винтовка мне больше нравится из-за того, что из-за ее урона. Она бьет очень хорошо. По навыкам. У нас много чего есть. Лазанье по стрелам. Чтобы всадить стрелу для лазанье, в мягкую древесину нажмите игрок во время прыжка. Вперед. Это надо. То есть, к примеру... То есть, к примеру... Верхолазная. Но сначала это послушаем. Лара. Лара. Лара! Ответь! Когда я видел тебя в последний раз, ты была... Черт, Лара! Вот только попробуй мне умереть. После той лавины был только один единственный сигнал. И черт меня тери, это был твой голос. Никаких сомнений. Я уверен, что ты вышла. По крайней мере, после лавины. С тех пор не было ни писка, но я не сдамся. Ты, конечно, просила меня уйти и спрятаться, но... Ты ведь не надеялась, что я тебя брошу? Нет. Ладно тебе. Ты же меня знаешь. Да, я тебя знаю, Иваныч. Это не знаешь, что ты нас не просишь никогда. Но сначала давайте изучим местность. Во-первых, мы здесь... Давненько не были в этом кусочке земли. Здесь наверняка что-нибудь сокрыто и запрятано. Вот говори его. Тут что-нибудь да есть. Вот. Карта для начала. А их много. Или там тоже много. Но нет, мы сейчас прокатимся по одной простой причине. Так, не может цепиться, кстати, вот за это? Нет, она не может. А здесь нам не пройти. Потому что спускались мы вон потом. Желобу. И то я думаю, что нам тоже там не дадут нормально пройтись. Да знаю, знаю игра. Я уже понял. Мы уже это изучили сейчас. Мне вот так больше нравится. О, здрасте. Ну вот здесь, заметьте. Вот очень четко написано. Вот прямо четко прописано. Вечная слава героям, которые борются за свободу и независимость Советского Союза. Какая тут пропаганда? Это Орден Красного Знамени, по-моему, насколько я помню. Очень внешне на него похож. Я даже не удивлюсь, если так оно и есть. В чем здесь пропаганда? Я не понимаю. Вот это вот, если честно, ребят, не поймите неправильно. Но, как по мне, это, ну, полноценное издевательство. Дальше едем. Ю-ху! Вот это поездочка. А, просто светилось так, да? Интересно, тут есть экзотическое животное. Так. Ну, надвигается, пусть надвигается. А-а-а-а! Здесь пока нет, где нам пролезать. Так. А сундук, он ниже находится, наоборот. А-а-а, точно. Мы же установили, что здесь внизу есть пещера. Вот здесь он, скорее всего, вниз. Нет, сначала идем за его ночью. Бросать его не хочу. Славный парень. Много пережил. Так, а тут нас что? Не читаем уже, да? Надеюсь, наш торгаш на месте. Потому что у меня очень много монет. Ай, пергон. Торгулич! Нечего мне сказать. Тактический дробовик. Такое оружие используется с полицейскими в боях с большими группами помощников и недовольными. Это, конечно, все надо, но... Гранатомет для винтовки. Подствольный гранатомет, стреляющий разрывными снарядами. Автоматически добавляется... Вот это я беру. Гранатомет для винтовки. Подствольный гранатомет и стреляющий разрывными снарядами. Автоматически добавляется ко всем винтовкам. Вот, дать я гляну. РБ. Не знаю, в чем он конкретно стреляет, но я думаю, может что-нибудь придумать. Так. Нам пока не хватает. А вот костюм диверсанта. Черная майка, камуфляжные штаны и тактическое снаряжение. Костюм можно менять в базовом лагере. Взять, что ли? Мне кажется, он у меня есть, этот костюм. Оружие у меня и так нормальное. Давайте сейчас глянем, быстренько. А у меня был костюм диверсанта. Я знаю, что мало рассказывал тебе о матери Лара. Но пока она была с нами, она тебя обожала. Мы втроем были так счастливы. А когда ее не стало, мое сердце разбилось и разбито до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь я найду ответы, которые уймут эту боль. Для меня уже слишком поздно, а другим может пригодиться. Ну вот, я раскис. Не надо было пить на ночь. Спи спокойно, моя милая. Все было из-за нее. Те вопросы о жизни, на которые ты хотел найти ответы. Или это был только предлог? Может, я слишком сильно напоминала тебе ее? Господи, Лара, ты разговариваешь с умершим, а другой умерший. Может, это тебе надо выпить на ночь. Дань уважения, почему бы не померить. Ей идет, кстати, внешний вид хорош. Дань уважения, да не уважения, да не уважения возьмем. Баба-югу не будет превращаться. Хотя визуально хочется... Нет, дайте я гляну. Просто глянем. Ты ее заобязан сфоткать, Лара. Вот, 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 вот. Поверни, сперни, сперни. О, модель. Ты модель. Нет, ну, практически костюм давайте. Как он на тебе смотрится? Покажись-ка. Ну, вроде на ней так нормально смотрят. А-а-а. О, это блехлый. Географы, давайте возьмем географы. Нет, а что есть костюмы? Я думаю, может, реально. Конечно, понимаю, что где она тут? Нет, ну, у географов она столько раз рюкзаков здесь срыла, что наверняка, чтобы донабрала. Баба-яги украл. Ну, ладно. Баба-яга наложил ее. Покажись-баба-яга же ем. Это не по-насому. А вот географ ей идет. О, как хорошо. Как Амелия Эрхотт она. Так, вот и залезли. О. Жаль, как рядом. Лара, не знаю, слышишь ли ты меня, но я буду продолжать выходить на связь. Здесь происходит что-то странное. Я залез на дерево, чтобы лучше разглядеть долину. И увидел старые здания и людей. Вертолеты привозят разную технику. Должно быть, это троица. Другого объяснения не вижу. Выходит, они нас все-таки обскакали. И я понаблюдал за ними несколько часов и получил маршруты патрулей. Думаю, смогу проскочить, если подберу нужный момент. У тебя это всегда выходило лучше, чем у меня. Если ты там и слышишь меня, прошу тебя, береги себя. Да и держи вы. Мы сейчас придем за тобою. Главное, чтобы он, Ионыч, выжил. Если его убьют, это кошмар. Ты помнишь Ионыч? Ты помнишь Иона? Я помню Иона. О, видите? Опять же. Географ. Сурованное следие. Карта 1. Сейчас я тебя схожу и все пособирай. А почему нет? Почему я должен отказываться? Плюс у нас дробаш обновился. Заодно заглянь. А, кстати, а у него здесь сейчас мазут не находится нигде? Вот просто сюда, реально, к месту. Так, это я понял, что он там наверху. А еще один был вот здесь. Кто-то в любом случае заберет, потому что будем забираться туда. А мне нужен еще мазут. Серьезно? Одна бумажка, в целом ящики. Это что за резервный боекомплект у вас тут такие? Торгулич, у тебя найдется что-нибудь интересное, вкусное? Нет? Особенно новое оружие, дробовик. Дробовик с переломным затвором. Обладает мощным останавливающим действием. Урон. Скорость заряжения. Отдача огромная. Но у него есть и дополнительные улучшения. Обернутая рукоять. Применяется к осентрогрекам с переломным затвором. Позволяет крепче держать оружие, что уменьшает отдачу. У него огромный урон. Это как у... Я возьму. Я похожу с ним. Но у него только два выстрела. Но я думаю, это нормально будет для нас. Отлично. Вот. У нас заодно взрывная инфрация прокачана. Так что, почему бы и не было? Так, веб-ка на всех случаях включаем. Но надо где-то укрыться. Сейчас укроемся. К волку зайдем или к медведю. Тут наверняка кто-нибудь из них обитает. Одно из них. Мужчо рыс. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Нельзя. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иона ждет. Иона. Проснулась? Молодец. О, там уже утро. Ну и хорошо. Они нам всю ночь пытали. Молодец. Поспала прямо. Вот какие они. Я научился прямо сзади. Это такая вот ютуберская интуиция, так сказать. Ты начинаешь чувствовать, где что находится. Где что происходит. Мне надо как бы вниз. Я при этом прекрасно понимаю, что что-то наверху здесь есть. А, это обратная дорога. Ясно. Ну ладно. Давай, залезай. Так, неплохо. Ну да, это обратная дорога. Типа, вот так вот. Иди себе, гуляй. Как он здесь пройдет? Он вроде такой, ну, парень нелегковесный. Ну ладно, придумаем. Придумаем. Может, вертолет покрадем. Почему бы и нет. О, чую. Чуйка работает, значит, все надо. Ну да. Я просто думал, сейчас будет задница. Но чуйка на задницу сработала. Только не такую, которую изначально подразумевалось. Но тут я, кстати, не вижу никаких вот... Изыскал. Вроде все как стерильно. Нет, какая-то слишком стерильная гробница. Так, а ты куда ведешь? А помните те времена, когда вот в такие моменты, в таких норках, вот, скажем, тот же самый Tomb Raider Underworld, которые мы проходили тоже под записью? Вот, помните, вот индейцы Майо, помните, когда ездили? Так вот, у них над каждым входом что-нибудь добыло. Вот что-нибудь добыло. А тут... Даже нишу не сделали нормальную. Так. Думал, что-то будет. Стоп. Погонь запросит. Сейчас что-то будет. Я не знаю, что, но сейчас что-то должно быть. Слушайте, мне это ничем-то даже Сайберия напоминает. Так. На всякий случай. О! Не зря. Иона, где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин. Сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не троица. Когда я завладею источниками, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Константин. Заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Куда? Афос? Если честно, я буду ее вести бы... Немножко бы... Немножко бы... Вот так. Куля. Мне кажется... Я бы на месте Анны немножко бы... Поостерегся Константиновича. У него что-то... Он просто ей говорит, ты будешь жить. Мне что, бросать делку, что ли? Которая сидит тупо. Да, возможно, она ничего не ожидала, но... Это не мои уже проблемы. Сху ли там древко делает? Там точно что-то еще есть. Не бывает так, что есть древко и нет... О, что-то нашли. Нет смысла делать здесь древку. Вот нет смысла здесь ее оставлять. Тут что-то еще. Ну-ка, окунись, Клара. Не может же здесь быть что-то... Тут должно быть что-то еще. Понимаете, ледниковая вода? Теперь она у нас может плавать во всем... В чем хоть... В чем угодно. Снегоходы? Так. Правильно, не забываем. Хорошую воду я смотрю. Ладно, пусть у тебя дает. Белку зато есть. Как-то странно, если честно говоря. Здесь есть зона добычи, я не спорю. Какая-то они ее... Молодча. Вроде все спокойно, но смотрите ворк. Что? Ожидается гостя? Грофт может попытаться освободить пленника. Нам приказано быть настороженным. Почему бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет ему язык. Хм-хм. Продолжение следует... Было только двое, что ли? Да ладно. Я думал, тут трое сидят. Я думал, тут трое сидят. А только двое? Ну, не вернее. Можно было, кстати, взорвать даже. Было бы, кстати, забавно, но... Зачем? Делаем все по типу. Пока можно. Хотя кто я такой, чтобы делать по-тихому? Уничтожьте жизнь троиц. Уничтожьте их топливные баки. А это испытание. А это испытание. Это испытание. Другой разговор. Это, получается, первый бак. Это, получается, первый. Запомни. Получается, ну, а почему их уничтожать-то обязательно? Елка, беги. Что случилось? Грузовик был перегружен. Мост не удержал. Да тут все разваливается, только допрос. Будем докладывать? Бестолково. Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали. Что такое хрена? Что это? Братск... Братская могила. Все? Вроде как. Давай, облутаем все. Забавно. От них куда больше пользуются, когда они здесь лежат. Все. Уверен, что когда найду рюкзак географа, здесь будет, знаете, сколько всего лежать. Прямо на отшибе. О! Метод доской. Ты впервые работаешь на торце? Нет. Я помогал зачистить остров после побега этой крови. Нелегкая работенка. Местных тоже пришлось перебить. Ага. Какой ты культ солнца? Сити толпан. И как только кровь уцелела в том году. Ну, как-то уцелела. И нам теперь с ней разбираться. Что это было? Я? В общем, сейчас они... Сейчас этот парень... Где ты? А ну, иди сюда! Иди, иди, иди сюда! Знаете, что забавно, ребят? Что реально забавно? Так это один приятный факт. Помимо Иодыча и Ларри, съебатая спасся еще один человек. Это приятно знать. Нет, это реально приятно знать. И мы его отправили теперь... Куда и надо было отправить. Вообще, тут столько экстравагантных способов умерщвления. Не, я считаю, что они немножко диву дают даже. Здесь очень много вот прямо мест таких, где можно прямо вот что-нибудь спрятать, чтобы что-нибудь запрятать. Такое ощущение, будто здесь по стелсу все должно было делаться. А вот тут точно что-то запрятано. Вот тут точно что-то запрятано. И не говорили, что тут ничего нету. О! О! А, это испытание. Я думал, Таник с монетами. Зато впереди нас ждет очень хороший бонус. Так, а тут у нас есть что-нибудь? Ну, тут вроде все пусто. Поэтому, как бы, проблем нет. То есть, получается, я все и так собрал, да? Я это не возражаю. Думаю, на какой черт вот такие дебри тогда карту засовывают. Кстати, тут еще эти места полно. Тут так мало солдат. Что-то мне это не нравится. Наверное, скорее всего... Ну, это еще, как бы, зона охоты, я вижу. То есть, Лава, получается, здесь... Да. Для чего этот радиус, я не сцепляю? А что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже дошло, и тут надоело. Терпи. Значит, атака на обсерваторию прошла успешно? Да, Атлас наш. Его доставили на метеостанцию. Куда-то зачем? Не знаю. По рации говорили, что Анна хочет попасть под купол. Может, они сообразили, как его перевезти? Не знаю. Но уже приказали сворачиваться. Так что мы вряд ли тут задержимся. Не обходи. Проверяю деревья. А ну иди сюда. Ты украл модельку Ионыча. Так, давай-давай. Сколько вас здесь? Я думал, вас здесь мало. Ладно, проверим. Есть еще. Музыка играет, значит, не испытает. Но драпаж хорош. Музыка играет. Ну и где последний? Он же точно здесь, как говорила. Кис, кис, кис. У Лары для тебя сюрприз. А я тебя нашел. Ну как, улегся? Да, улегся. Суп, суп, суп. Назад, 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 назад. Рано. Я все прекрасно понимаю. А мне тут еще много чего собрать надо. Так, это там ясно. Старая советская табличка. Ну, вот это уже более грамотное упражнение. Табличка. Вот за это спасибо. Вот за табличку спасибо. Табличку не обидно. Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто их теперь использует. Да, теперь все в электронке. Ну, Константин, видимо, прочитает классику. За что респект. Нет, ну серьезно. Вот недавно, вот у нас Луи де Рише смог использовать такую же печать. Правда, по-тихому. Так, а учитывая, что сейчас все-таки... Винтовка с скользящим затвором. Винтовка золотой клык. Так, а, она и золото. У нее характеристики точно такие же. Просто она... Нет, я возьму стандартную винтовку. Сейчас эти золота, ну, ты себе. Тем более, вот так аутентично Лара смотрится. Как бы, посмотрите. Красота. Да, мне нравится. Я за аутентичность. Куда нам теперь? Получается, сюда. Да, Илон Ильич, залез ты, конечно, в задницу мира. Вот ничего не скажешь. Ну, а я скажу следующее. Ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Обязательно поддержите его лайком, комментарий, подпиской. И посмотрите предыдущий эпизод. Всем буду очень рад. Ну, а с вами был Вескер, Амбрелла Течинг. Всем до скорой встречи. И не пропустите... Конечную заставку. Там вон алкоголик вкусненького для вас. Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА